Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Rock Encyclopedia от A до Z. И сегодня мы узнаем о группе GEMS. Хотя GEMS быстро сгорели, оставив в истории один студийный альбом и воспоминания о буйных концертах, они также оставили после себя яркий след на калифорнийской панк-сцене. Команду организовали в 1976 году два бывших студента University High School, Ян Пол Бим и Георг Рутенберг, которых выгнали из учебного заведения за пьянство. Являясь большими фанатами глэм-рока, в особенности Дэвида Боуи, парни также находились под впечатлением от Sex Pistols и Dumped и решили установить культ панка в Америке. При этом друзей не смущало отсутствие музыкального опыта. Например, Рутенберг лишь изображал робкие потуги игры на гитаре, в то время как его приятель вообще не имел дела ни с какими инструментами. Но зато ими двигали амбиции и наглость, и молодые люди дали объявление о наборе в команду пары бесталанных девчонок. Как ни странно, но нашлись особо ответившие на данный ангажемент, и вскоре компанию Яна и Георга пополнили претендентки на бас и ударные Диана Динки Грант и Мишель Байер. В оригинале квартет хотел назваться «Sophistifak and the Revlon Spawn Queens», но когда ребята попытались изобразить это имя на футболках, большое количество букв их озадачило, и в итоге проект нарекли джемс. Всего после нескольких репетиций Диана и Мишель удалились, а вместо них пришли Тереса Райан и Белинда Карвайл. На данном этапе команду заботили не наработка репертуара или оттачивание мастерства, а создание крутого имиджа, и потому начинающие музыканты взяли себе псевдонимы. Бим стал Бобби Пином, Рутенберг Патом с Миром, а Тереса Ворной Дум. Белинда же назвалась Дотти Дейнджер, но она ушла еще до начала концертов, передав барабаны Бекки Бартон по прозвищу Донна Рия. Первое официальное выступление джемс состоялось в апреле 1977 на площадке Орфоам Саэта. Не удосужившись разучить ни одной песни, команда подготовилась к концерту весьма специфически. Пин обмазался лакричником и засунул микрофон в банку с арахисовым маслом. Ворна надела штаны наизнанку, и в то время как горе-музыканты пытались произвести какой-то шум, их друзья швыряли на сцену тухлую еду. Длилось это безобразие около пяти минут, после чего выступающих вытолкали из заведения. Тем не менее, концерты продолжились, и хаос, творимый на них, постепенно привлекал все больше народу, тем паче, что и публика, и участники джемса зачастую находились под кайфом. Между тем, Бим превратился в дарби Крэша, а на фирме What Records группа выпустила дебютный сингл, на первой стороне которого расположилась ультрапримитивная вещица формин, а на бисайде находился концертный лоу-фай с Экс Бой. Ко времени выхода Миньона Лексикон Дэвил команда уже научилась достаточно владеть инструментами, но поскольку официального барабанщика на тот момент не имелось, на сессиях Джемс выручил Никки Битт из Вейтас. Вообще, чехарда с ударниками закончилась, когда это место занял прибывший из Аризоны Джимми Майкл Джорсити. Новичок оказался профессионалом в своем деле, а чтобы не портить общую картину, скрылся под псевдонимом Дон Боллес. К 1979 году команда имела вполне боеспособный состав, но сохраняла за собой славу дикого концертного акта, из-за чего многие площадки отказывали музыкантам в выступлениях. Как бы то ни было, коллектив привлекал внимание, и вскоре им заинтересовалась Пенелопа Сфирис, включившая Джемс в документалку The Decline of Western Civilization. В 1979 году фирма Slash Records выпустила альбом G.I., который впоследствии был признан одним из первенцев хардкор-панка. После выхода пластинки, группа записала несколько композиций для фильма «Крузин», однако в официальный саундтрек попала лишь вщица «Вайан Шэр». В начало 80-х резко обострились отношения между Крэшем и Боллесом, что закончилось изгнанием последнего. Место ударника занял Роб Хенли, но этот друг Дарби и в подметки не годился предшественнику. Группа в итоге распалась, а Крэш и Смир сколотили недолговечный проект «Дарби Крэш Бэнк». Ян Пол находился в то время в большой фрустрации и всерьез подумывал о самоубийстве, решив совершить все с помощью бироина. На добычу наркотика требовались деньги и для их сбора Дарби организовал прощальный концерт воссоединившихся Джемс. Поклонники группы назвали финальное шоу лучшим сетом, но уже спустя 4 дня в декабре 1980-го Крэш принял смертельную дозу бироина. В нулевых годах 21 века вышел фильм «Вот в виду из Сикрет», рассказывающий историю Дарби. Главную роль в нем сыграл Шейн Вест, которого Смир, Дум и Боллес пригласили для серии реюнион концертов Джемс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова